Я включил тоже запись. Закройте дверь, пацаны, пожалуйста. На всякий случай. Хлопнем, дугу монтировать. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И у нас сегодня Zoom со сценаристом Василием Зимзюлиным. Вася, привет. Всем привет. Привет, Коля. Я надеюсь, у нас будет нормальный интернет. Значит, Василий сценарист компании Yellow Black and White, или как правильно там, YBW Group, да, называется сейчас? Да. И принимал участие в проектах. Помоги, пожалуйста. Ну, таких, которые выпускал ваш. Ну, начиная с шести кадров и папиных дочек, последний из Мангикян, Мамочки, Светофор, Фитнес, Иванова-Иванова. Понятно. Это, как бы, комедийный сериал из шесть кадров, это скетчком, да? Вы с него начинали. И сейчас ты работаешь в той самой, как я не знаю, она теперь виртуальная или по-настоящему, в том самом writing room, да, или вы находишься в сценарной группе, компании, которые занимаются написанием сериалов, по большей части комедийных. Но сейчас у вас там еще, да, какие-то другие форматы. Ну, компания, да, компания не только производит, но и продюсирует много чего, поэтому там сфера расширилась. И это даже не только медийная сфера зачастую, поэтому там. Мы сейчас сами периодически удивляемся на новогодних корпоративах, как много чего добавилось. Ходят какие-то очень мрачные люди, может, те, которые пишут комедии, в принципе, грустные люди, а еще, которые очень мрачные, это те, которые пишут драму, да? Когда добавляются веселые люди на корпоративах, сразу становятся они по себе, непонятно, чем они занимаются. Непонятно, что может быть веселого на корпоративе. Да. Вась, слушай, ну, я хотел бы прояснить для наших зрителей. Василий Зимзюлин, он наш земляк, он из Казахстана. Мало того, ты уже алматинец, да? Да, родился и 36 лет прожил в Алмате до 2013 года. Вот я думаю, что будет очень интересно, если ты нам расскажешь, то, что какое-то время ты работал на удаленной работе, да? В принципе, это, ну, может быть, многие люди, которые рассматривают профессию сценариста, мне кажется, одной из привлекательных сторон этой работы является то, что, ну, можно работать удаленно, да, как бы, ну, там, работать на какую-нибудь московскую компанию, а жить там, я не знаю, где-нибудь, ну, там, где тебе удобно, там, где комфортно. Расскажи, пожалуйста, сколько времени ты продолжался и как это было? Ну, наверное, надо сразу сказать, что все-таки у сценаристов, у всех, что называется, штучный случай, у каждого по-разному складывается система удаленной работы, если она удаленная. В моем случае, благодаря КВНу мы в свое время познакомились с ребятами-КВНщиками из Москвы, которые, придя на телевидение «Московское», имея опыт общения и работы с нами, ну, со мной в частности, предложили поучаствовать в проектах. То есть, благодаря этому, в принципе, состоялась возможность такого участия. И долгое время, начиная с 2000, там, конца 2005-го, начало 2006-го года, по сути, я жил в Алма-Ате, работал над проектами, которые создавались в Москве. Режим выглядел так, что приблизительно раз в два месяца нужно было летать в Москву, либо в Минск, либо в Киев, в зависимости от того, где проходил сценарный сбор над проектом. То есть, собирались авторы, опять же, из разных городов, из разных стран, не только из России, из Москвы. Договаривались о том, что мы будем делать в следующие два месяца, ну, то есть, над каким проектом работаем, что конкретно мы пишем, и делался какой-то там таймлайн, план. После чего разъезжались все по своим городам, собственно, работать, писать. То есть, для сценариста это вполне возможный вариант. Но, опять же, я подчеркиваю, то есть, очень важно сначала оказаться вот в этой сценарной среде, потому что, наверное, если бы не было возможности в свое время личного контакта с теми людьми, которые принимают решения, наверное, вот такое самопродвижение только через интернет было бы, ну, не знаю, гораздо сложнее, если вообще было бы возможно. То есть, здесь все-таки личные знакомства играют роль, причем тут даже не вопрос какого-то там протектората, хотя это тоже, ну, важный момент, сколько, чтобы лично знали тебя и твои какие-то там творческие возможности. Вот. То есть, раньше это было важно. Сейчас, наверное, ну, что-то меняется. Раньше это было так. Сколько лет, ну, сколько ты поработал удаленно, после чего решил как-то... Ну, фактически я сейчас большую часть времени работаю удаленно. То есть, я переезжал в Россию, и мне казалось, что каким-то образом это должно в корне поменять рабочие режимы, но в итоге я живу в Подмосковье, и в итоге я также в офис зачастую приезжаю там, ну, может быть, раз, ну, в данный момент, там, раз в месяц, ну, в период, когда мы там работаем вплотную над, например, по эпизодными планами, то каждую неделю для встречи с редакторами. Ну, то есть, понятно, что в период карантина вообще все работали из дома. Просто для авторов, в том числе работающих в Москве, очень актуален вопрос рабочего места. Многие приезжают в офис, в том числе потому, что, ну, дома возможности работать нет, потому что негде. То есть, я изначально этот вопрос решал по-другому, то есть, когда мы там купали квартиру, когда делали ремонт, сразу делался ремонт так, чтобы это рабочее место было, потому что в моем случае поездка в офис – это два часа в один конец, то есть, четыре часа в день – это очень много. То есть, это половина рабочего дня, по сути, и если есть возможность, ну, более его продуктивно использовать и писать дома, то лучше для меня так. А ты, когда ездишь, ну, вот, ну, скажем так, в офис, по дороге ты тоже, да, как бы работаешь, да, или нет? По-разному. Бывает, что у тебя есть для этого, там, настроение и силы, а бывает, что, ну, вот, ты пытаешься собраться с мыслями и чего-то придумывать, но ты придумываешь все, что угодно, только не то, что нужно. Ну, то есть, по-разному. Иногда лучше работать с одному, иногда очень важно, чтобы кто-то был, чтобы была какая-то обратная связь, поэтому там, сидя в электричке, ну, сложно это делать, поэтому это же все такое очень. Скажи, пожалуйста, вот про тот момент, то есть, на тот момент, ну, было такое, ну, как бы я часто сравниваю с таким, с таким огромным университетом, скажем так, да, то есть, как КВН, в котором люди знали, ну, там, условно говоря, люди из такой команды, они были с разных стран, с разных городов, ну, и еще были там авторы, да, которые могли между собой общаться, могли работать над какими-то, ну, то есть, кроме нашей казахстанской команды, ты еще работал над какими-то другими проектами? В КВН-е ты имеешь в виду? Да, если вы говорите в КВН-е. Ну, в КВН-е, главным образом, так или иначе, все на Казахстан было завязано, и учитывая, что я долгое время был редактором в казахстанском КВН-е, то есть, ну, фактически 10 лет, с 97 по 2007 год, то есть, было очень много проектов и чемпионатских, то есть, чемпионатов Казахстана и Центральной Азии, и коммерческих чемпионатов, как вот, например, был чемпионат Альянсбанка, который в свое время по числу команд, он, в общем, практически сравнялся с республиканским чемпионатом, там, по-моему, было 23 команды, и этот был тоже колоссальный опыт, огромный опыт, потому что банковские возможности дали, ну, не знаю, уникальный опыт работы с большим количеством приглашенных московских авторов, то есть, региональные филиалы, кто-то там... Были деньги на немать. ...казахстанских КВН-щиков, да, кто-то приглашал из Москвы, и, ну, это было... То есть, это, во-первых, было очень полезно и там для меня, как для редактора, ну, а для ребят, которые в этом участвовали, банкиры, по сути. То есть, для них, для многих в жизни тоже это стало там поворотным пунктом, и по-другому позволило взглянуть на то, чем можно в жизни заниматься. Вот. Ну, и, собственно, да. Говори, говори. Ну, собственно, основное, все, что было связано с КВН-ом, это так или иначе связано с казахстанским КВН-ом. То есть, опять же, опыт работы с московскими авторами смог состояться даже не столько потому, что мы в свое время попадали в Сочи на фестивале КВН, сколько благодаря тому, что авторы приезжали в Казахстан для работы на разных проектах, и в работе этой они знакомились с казахстанскими КВН-щиками, авторами, видели их в работе, и когда там приходило время искать людей, они, помня этот опыт, ну, уже конкретно обращались к нам. Причем, ну, вот я сейчас говорю к нам, но по факту парадокс казахстанского КВН-а в том, что, несмотря, он самый, один из, в Центральной Азии был самый развитый, в Центральной Азии и Средней Азии, но я не знаю кого-то еще из КВН-овской казахстанской среды, кто сейчас бы так или иначе активно работал в Москве. Ну, вот это парадокс, потому что, во-первых, Казахстан в силу, наверное, относительного благополучия финансового давал возможность заниматься не только КВН-ом после окончания вуза, для многих это было, ну, просто самодеятельность, хорошее время, период жизни. А потом заканчивали люди и занимались какими-то, ну, другими серьезными вещами. Вот. И, ну, в итоге, говорю, столкнулся с тем, что, когда оказался в Москве, долгое время было, ну, не то, что даже в одиночку работать удобнее, а особо не было с кем, потому что все, кто приезжает в Москву, там, из российских городов, из других республик, они как-то очень быстро по принципу землячества сбивались в авторские группы, в авторские пары или в авторские тройки. Что? Узбеки, хиргизы. Узбеки, хиргизы. И в России из городов ребята всегда тоже приезжали на такой общность уже формированная. Челябинск, да, очень мощная группа авторская в нескольких поколениях. Вот. А я приехал такой один, и мне было как-то сначала непонятно, куда прибиваться. Ну, и вообще был опыт работы в одиночку, то есть было не так сложно. Но со временем ты понимаешь, что для, там, реализации каких-то более серьезных проектов, да и в принципе для того, чтобы, там, не закиснуть профессии, нужно соавторство. Был у меня опыт очень удачный и удачного соавторства с ребятами из Беларуси. Ну, вот так вот сложилось, мы просто на один проект пришли. Но потом опять же, поскольку работа в компании, она проектная, то есть один проект закончился, нас раскидало по другим проектам, ну, в общем, тоже были разные, разного рода эксперименты, но в итоге большую часть времени все-таки работал сам. Но сейчас вот как бы такой, в общем, уже новый, наверное, этап. Значит, я хотел вернуться вот к тому времени. Скажи, пожалуйста, когда у тебя уже, ну, позвали вот в эту авторскую группу, это вот было в то время, когда вот Шабан собирал в гильдии авторов? Давай я, да, давай я расскажу этот период. То есть вообще самый первый авторский опыт работы ну, в группе над прям телевизионными московскими проектами, он был над шестью кадрами, тогда еще только вышел проект, он назывался еще «Дорогая передача», потом быстро его переименовали в шесть кадров, но он был прям вот индивидуальный такой, то есть понятно, что там не нужна большая авторская группа для того, чтобы писать скетчи. А потом сразу после этого Шабан, Муслимов и Андрей Голанов, у них была создана компания гильдии авторов и они пригласили меня и Оскара Бесембина для того, чтобы ну вот в этом деле поучаствовать. И мы тогда на какой-то проект писали, да, мы писали проект что-то, какие-то серии «Счастливы вместе», там две или три, я не помню, и несколько проектов, которые там разрабатывались с нуля, писались пилоты, вот. И это все происходило вот в 2006 году до начала 2007 года. Потом так получилось, что компания гильдия авторов она ну распалась в том виде, в котором она была. Плюс ко всему прочему закончилась моя телевизионная карьера в Казахстане, то есть я уволился с КТК, опять же, я проработал до этого еще пять лет на НТК и КТК, то есть мы делали юмористические программы, то есть на два фронта работали. И в том же 2007 году практически сразу после того, как уволился с КТК и распалась гильдия авторов, Виталий Шлепо, капитан команды БГУ, и на тот момент он был, по-моему, креативным продюсером на СТС, он предложил, опять же, мне и Оскару, там, и еще группе ребят поучаствовать в создании проекта Папиной дочки, то есть этот проект уже был придуман, уже была написана, и даже снята пилотная серия, там, по пилотной серии были определенные замечания, определенные, ну, представления, как надо менять, но тогда СТС, в общем, решили, что заниматься этим будут, будет авторская группа, где был Виталий Шлепо, Вячеслав Дос-Мухаметов и Алексей Троцюк, и они, собственно, пригласили нас, и это был большой авторский сбор, первый раз мы увидели, вот, там, нас было человек, наверное, двенадцать, мы жили, по-моему, в семером или восьмером в одной большой квартире, куда там приходили креативные продюсеры, и там же мы писали, все это придумывали, вот, и с этого момента можно сказать, что прям началась уже такая серьезная, постоянная работа, которая приблизительно по одному и тому же принципу всегда происходила, то есть, вот мы собираемся большим количеством авторов, придумываем, условно, таймлайн на там десять серий, то есть, про что будут эти серии, разъезжаются все писать по эпизодной планы, присылают к креативным продюсерам либо редакторам, там, кто курирует процесс, вот, получают замечания, исправляют, потом, соответственно, переходят к диалогам, вот, эти там десять или там сколько-то серий сдаются, и опять авторский сбор происходит, то есть, опять же, очень важно, почему я говорю, что важно, чтобы тебя в свое время как-то, ну, узнали, заметили, откуда-то пришла тебе информация, потому что, ну, вот тот же авторский сбор, на который мы прилетали, то есть, он оплачивался компанией всегда, то есть, для меня это тоже была комфортная такая среда и комфортные условия, вот, и, но так происходит не у всех, то есть, очень важно, чтобы был какой-то, ну, опыт, личный контакт, ну, так лучше всего, хотя, опять же, сейчас ситуация меняется, сейчас очень сильно вырос рынок, и настолько велика потребность в авторах, что там, ну, в общем, очень разные каналы, по которым этих авторов находят, потому что очень много продукции, которые нужно создавать, нужно искать силы для ее создания, поэтому, ну, сейчас уже немножко другая ситуация. Слушай, я хотел сакцентировать, вот, ну, для тех, кто не знает, ну, наверняка, вот, из тех, кто играет в КВН, наверняка, они с этим сталкиваются, или, ну, понимают, что это такое, правильно я понимаю, что переход, например, от КВНа к скетчам, он, в общем-то, очень гармоничный, да, то есть, ну, придумывание коротких сцен, понятно, какие-то свои правила, там, установки, но переход от скетча, например, ну, назовем это ситкомом, ну, там, комедийный сериал, по крайней мере, то, что делаете вы, он, ну, не то, что очень трудный, но это немножко, ну, даже не немножко, это сильно другое, да, то есть, ну, как у вас это происходило, расскажи, пожалуйста, ну, так это или нет. Ну, во-первых, да, абсолютно так, очень важно и здорово, если у тебя есть возможность, учиться постепенно. В нашем случае было именно так, то есть, нам сначала предложили писать скетчи, это такая малая форма, по сути, истории, да, то есть, история на, там, 30 секунд, тире максимум, две минуты было. мы понимали, как можно строить, вот, вернее, в результате работы мы поняли, как можно строить там маленькую историю, она была зачастую очень похожа на то, что мы делаем в КВН, да, то есть, это как КВНовский номер, но только уже снятый по всем правилам телевидения. После этого нам предложили поучаствовать в адаптации сериала, то есть, условно, американские сериалы, где тебе не нужно придумывать историю, то есть, условно, у тебя есть уже история готовая, ты не должен придумывать развитие, по сути, там, сюжета, но важно тебе, чтобы герои говорили тем языком, на котором там, ну, говорят в конкретной стране, ну, в России, вот, то есть, у тебя есть построчный перевод, где все очень такое вот квадратное, и тебе из этого нужно сделать нормальную речь, плюс те шутки, которые непонятны для, там, россиян или казахстанцев, ну, условно, американских, нужно заменить и адаптировать на те, которые будут понятны, вот, то есть, это был следующий этап, и уже после этого этапа, так вот и происходило, после этого этапа уже был опыт, работы над сериалом с нуля, собственно, ну, вот, первый такой прям поточный опыт, это были папины дочки, когда было понятно, как вот задумывается идея, как она там обрастает персонажами, и там, какими-то, ну, у этих персонажей появляются там характеристики, истории, ну, в общем, все как положено. А кто был тем человеком, который, вот это, ну, вот этот первый проект, я так понимаю, он самый такой был, ну, в смысле, вот папиной дочки, во-первых, он, я так понимаю, был вообще знаковый, он был, ну, во-первых, громкий, он был очень популярный, было много серий, и, ну, то есть, это Виталий был человеком, который, как бы, все равно, у вас же было несколько групп, да, который, ну, вот, занимался таймлаймом. первый сезон был построен таким образом, что Виталий, Вячеслав и Алексей, они, я уж не помню, или 10 серий, а может быть, и все 20, по эпизоднике к ним, они вообще писали сами, то есть, у них тоже был не очень большой опыт, именно сериальный, но был, ну, и был колоссальный, конечно, опыт КВНовской работы, то есть, люди, которые там создали нескольких чемпионов в высшей лиге КВН, вот, и поэтому, опять же, для нас вот этот вот вход в проект был плавный, то есть, нам на первом этапе очень сильно помогали нам эти истории, по сути, придумывали, потом там давали возможность попробовать самим, ну, и потом, собственно, переложили уже, когда, ну, и сами устали от этого, и, в общем, поняли, что мы можем по чуть-чуть двигаться, они, ну, передали уже образы придумания по эпизоднику самим авторам, но, опять же, получилось это не у всех, то есть, как опыт показывает, то есть, на каждом этапе какое-то количество авторов, ну, решили, решали не заниматься там этим, заниматься чем-то другим, еще один тоже вот интересный опыт был, когда работали в гильдии авторов, эта компания тоже писала много чего, очень много проектов, и мы видели большое количество людей, которые так или иначе приходят в компанию, то есть, проходит какой-то фильтр, отсев, и многие уходили, и там, ну, относительно небольшая часть оставалась, причем на 95% тех, кто оставались, это фактически КВНщики, хотя приходили люди и с вгиковским образованием, то есть, с литературным, с журналистским образованием, и у Шабана, когда спрашивали, то есть, почему, ну, такая история, то есть, почему вот не задерживается ничего, кроме КВНщ, никто, кроме КВНщиков, он сказал, что, ну, вот парадокс, но гораздо легче КВНщика научить драматургии, чем драматурга научить шутить, вот, а поскольку основная продукция, это все равно была комедийная, то вот умение писать шутки, умение строить изначальности, изначально комедийный сюжет, ну, оказалось главным качеством и требованием, которое выставлялось, вот. Понятно. Это вот еще один ответ, почему КВНщики в комедиях тотально, потому что, ну, вот, не потому что их, другим там закрывают путь, нет, давали возможность пробовать, но просто это очень тяжело, потому что КВНщики, прежде чем они попадают и сталкиваются с драматургией, у них классальная школа обучения написанию юмора, то есть, они для себя этот пункт закрывают, дальше им проще. Слушай, ну, вот если тебя послушать, я, ну, если представить, что главный герой нашего ситкома, то это ты, то почему, на вопрос, почему из Казахстана ты один остался, мне кажется, несколько факторов, вопрос КВНа, юмора, второй вопрос того, что ты был редактором много лет, ну, в смысле, это же тоже одна из способностей и сценаристов, это вот переписывать постоянно, то есть, ну, в смысле, это же, ну, обычный человек, он это, ну, как бы пропускает мимо ушей этот фактор, но на самом деле, это же вот такая готовность постоянно переписывать, она, ну, мне кажется, тоже тяжело дается людям, потому что в представлении обычного человека ты придумал, и это уже гениально, как бы, ну, 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 ладно не гениально, тогда я еще что-нибудь с тобой придумаю, а вот подправить это и вот так, и вот так, и вот так, и чтобы в итоге там получилось совсем другое, это немножко другая история. Ну, замечание, которое приходит, это в любом случае, конечно, болезненный момент для там всех обучающихся авторов, но вот здесь очень важно, кто работает с тобой в качестве редактора, то есть, я просто считаю, что мне в этом случае очень сильно повезло, то есть, я там не загнулся где-то на раннем этапе, не разочаровался и все не бросил, потому что очень повезло с редактором сначала в гильдии авторов, то есть, Михаил Савин, который, ну, вот, наверное, народу он больше известен уже в дальнейшем как один из создателей из фатов, он был редактором, я уж не помню, там, на нескольких проектах, которые мы там писали, и, а потом в дальнейшем в работе над папинами дочками, ну, вот так получалось, и дальнейшими, опять же, проектами, там, и папины дочки, и светофор, непосредственно, там, моим редактором, чаще всего был Виталий Шлипо, так вот, отличительной чертой этих людей является, ну, какая-то, знаешь, предельная корректность в написании комментариев, то есть, есть редакторы, которым проще самому что-то написать, чем объяснить тебе, что конкретно тебе нужно, то есть, ты выигрываешь на этапе сдачи сценариев, но ты проигрываешь глобально, с точки зрения опыта, ты ничему не учишься, вот, здесь была другая ситуация, что, с одной стороны, тебе достаточно подробно и методично рассказывали, что конкретно от тебя нужно, причем рассказывали так, что ты понимал, что тебя требуют, и даже когда твой сценарий, там, условно, разбивали в пух и прах, никогда в тексте редакторском, условно, не было какого-то перехода на личности, что ли, то есть, это вот, ну, как-то вот все было именно по работе, и в итоге ты, даже разгромленный в пух и прах, как-то был полон сил это все вот переделать, и, ну, то есть, сделать прям вот хорошо, потому что чаще всего бывает, к сожалению, ну, наоборот, то есть, приходят там редакторские правки, и ощущение, что, там, ну, тебя хотят больше не научить, а загнобить, грубо говоря, какой вот ты там ничтожный, и такой, то есть, понятно, что в жизни, наверное, у любого редактора бывают моменты, его можно достать, что он будет там прямым текстом написать, что, ребята, это хрень, все там, ну, но, все-таки отличительная черта хорошего редактора, это умение объяснить, что он требует, умение объяснить это в корректной форме, вот, и иметь достаточно терпения объяснить столько раз, чтобы человек понял, то есть, в итоге, ну, выигрывают, мне кажется, от этого все, то есть, авторы, которые получают опыт, и редактор, которые, ну, расскажи, пожалуйста, смотри, ну, ты уже упомянул про редакторов, какие вообще, ну, внутри цеха есть какое-то распределение обязанностей, да, понятное дело, что есть руководители, там, генеральные продюсеры, да, они руководители, там, студии, ну, либо канала, да, есть, я так понимаю, креативные продюсеры, да, это те, которые, они могут быть хедрайтерами, могут не быть, да, хедрайтерами, редакторы. Сейчас у нас в компании, как правило, креативный продюсер, это тире хедрайтер, то есть, креативный продюсер, это по умолчанию человек, который занимается, ну, ответственный за проект, ну, грубо говоря, от начала до конца. За творческую часть, да? Да, за творческую часть, потому что креативные продюсеры, так или иначе, они и в съемочном процессе участвуют, и в монтаже, естественно, и там в озвучке, то есть, по сути, они перед генеральными продюсерами несут ответственность за проект целиком, то есть, ну, в том числе даже отчасти и за деньги, в том плане, что они должны понимать, то есть, взаимодействовать, было так, чтобы это все, да, влезало в бюджеты. И получается, если он хедрайтер, то есть, это человек, ну, если он и хедрайтер в том числе, это человек, который должен разбираться в организации съемок, в кастинге, в монтаже, ну, в виде, чтобы обладать каким-то видением, каким этот продукт будет выглядеть, да, и какое впечатление будет производить. Чтобы быть хедрайтером, ну, грубо говоря, работая с сценарными группами, правильно понимаю, то есть, как у него взаимодействие с редактором, то есть, есть редактор, хедрайтер и условно говоря сценарист, да, или внутри сценаристов еще есть там диалогисты. Ну, опять же, я буду, наверное, больше не говорить про YBW, потому что там о других компаниях я только в общем представлении имею, как происходит. То есть, у нас креативный продюсер, и их, опять же, как правило, двое или трое на проекте, потому что объем работ, ну, как правило, такой большой, что там всегда нужна подстраховка, поэтому два человека, которые курируют проект целиком, это, ну, вот обычная норма у нас. Вот. Есть креативные продюсеры, есть авторский цех, то есть, это авторы или авторские группы, с которыми редакторы, ой, креативные продюсеры, они же редакторы, то есть, это вот, ну, это равно, да, они и те же люди. Работают над сценарием, есть съемочная группа, с которой креативные продюсеры работают на этапе, соответственно, съемки, участвуя в процессе, то есть, там тоже много функций, то есть, начиная от, там, подбора актеров, там, локации, работа с режиссерами, то есть, там же постоянно идет обратная связь, то есть, сценарий, он сначала через креативных продюсеров придумывается, согласовывается, там, с авторской группой, потом то же самое происходит с режиссером перед съемками, потом в процессе съемок, потом происходит работа с режиссерами монтажа, с видеоинженерами на этапе, соответственно, монтажа, озвучки, то есть, и зачастую тоже, опять же, там, с участием режиссера. То есть, они такие проводники идей, да, как бы провести через... они, они связывают все процессы, все производственные процессы, от замысла до, там, финальной сдачи готового проекта. То есть, ну, как бы они связущее звено, да. А внутри авторов есть деление, там, на диалогистов, на, не знаю, на тех, кто пишет по эпизодной пламе? Ну, долгое время у нас не было такого деления, то есть, все авторы должны были быть универсалы, то есть, были авторы, которые, там, ну, писали в основном сериалы, и была, там, небольшая группа авторов, которые, например, долгое время писали только скетчи, но потом тоже, ну, как-то где-то, либо переквалифицировались на написание сериалов, либо уходили. Вот, но, опять же, сейчас, возникает потребность в все большем количестве авторов, поэтому, так или иначе, компания через креативных продюсеров, просто через опытных авторов, привлекают молодых авторов, и процесс уже обучения проходит, ну, по-разному, кого-то привлекают, там, где-то на диалоге, кого-то на написание скетчей, дают возможность попробовать, чтобы понять, ну, а что человек из себя представляет, ну, и, соответственно, если пошло у него, если ему нравится, если компания все устраивает, то есть, ему какое-то там предложение не делают дальнейшее. А скажи, пожалуйста, а сколько примерно, мы, я примерно понимаю сейчас, скажем, работу креативного продюсера, который, в общем-то, просто зависит от проекта. Все, что нужно проекту, ну, объем работы такой, все, что нужно делать в этом проекте, грубо говоря, да, то, что касается, это нужно делать. А вот, если брать сценаристов, например, есть ли какая-то норма, ну, там, я не знаю, серию в месяц, или, ну, что считается, как бы, как сказать, каким-то нормальным КПД, что ли, сказать, ну, которое должно выходить, например, от автора или от авторской группы, как это примерно рассчитывается? Ну, опять же, все проекты, ну, не все, то есть, есть проекты, которые требуют разного времени и затрат на производство. То есть, очень важно понимать, что тот проект, который запускается новый, он пишется дольше, там, и труднее, чем тот, который уже поставлен на поток, на рельсы. Ну, вот я скажу просто по проекту фитнес, над которым сейчас, я, в котором я участвую, как автор. То есть, в среднем сезон, это 20 серий, пишется около полугода. То есть, вот от момента, там, первого сбора до момента сдачи, там, последней серии сезона. Вот. И в среднем на написание серии одной у авторской группы уходит полтора-два месяца. То есть, кто-то работает быстрее, то есть, есть авторские группы, которые работают быстрее, опять же, при наличии, ну, материала для работы. То есть, тут тоже надо понимать, что, то есть, если есть, то есть, серий больше, чем авторов, то да, можно там ускоряться и, там, брать какой-то больший объем работы. Но сейчас, как правило, вот этот вот объем, он более-менее выровнен и расписан. То есть, авторы понимают, то есть, какой объем предстоит сделать и за какой период. Ну, и вот средняя, это величина, ну, вот полтора-два месяца на написание серии с нуля до финальной сдачи. Вот. Ты же работал, ну, как устроена авторская группа, то есть, сценарная группа одна. То есть, она может быть из одного человека, но, я так понимаю, это не часто встречающиеся. Ну, это исключение, скорее, да. То есть, она может из одного человека состоять, там, из двух, из трех. Да. Ну, двое или трое, как правило, чаще двое. Чаще всего, это какая-то вот пара, сформировавшаяся еще там в бытности КВН-а. И очень часто это вообще люди из одной команды КВН либо из одного города. А как внутри это устроено? То есть, кто-то пишет больше диалогов или как-то это раскидывается сцены, линии? Ну, во-первых, наверное, опять же, у всех по-разному. в кто-то, в зависимости от того, опять же, сколько людей в авторской группе, то есть, после сбора, как правило, что имеешь? Имеешь там твой номер серии такой-то, серия должна быть там про то-то. Вдвоем или втроем, как чаще, чаще всего садятся и придумывают поэпизодный план, то есть, саму историю, историю, ну, как правило, это состоит из трех линий, вот. После чего серию там делят на двоих или на троих и расходятся писать диалоги, после чего собираются с этими кусочками серии, прочитывают втроем. Естественно, конечно... По какому принципу? Делят на двоих, на троих по какому принципу? По линиям? По-разному. Жеребьевка, очередность некая, где, сначала ты пишешь начало, в следующую серию, когда вы пишете втроем, ты пишешь середину, потом ты пишешь концовку. Ну, то есть, чтобы всем доставалось приблизительно одинаковое количество сложных или там... А что сложное? Что более сложное? Концовка? Чаще всего середина считается более простой, потому что уже кто-то придумал, на чем все завяжется, и кто-то придумает, как это все развяжется. Но бывает, опять же, по-разному. То есть, тут никогда не угадаешь. Бывает такое, что тебе сначала достанется очень сложное начало, тебе достанется очень сложная середина, и потом очень сложная концовка. Ну, вот просто, ну, что делать? Так бывает. Просто в результате вот этой вот работы все равно что собираются авторы вместе, прочитывают, написанное обоими, естественно, там, иронизируют по поводу шуток друг друга, ну, и совместно потом правят и приводят это все в состояние, как кажется авторам, достаточное для того, чтобы креативным продюсерам все понравилось. Ну, креативным продюсерам, конечно, с первого раза ничего не может, не может, вернее, все понравится, поэтому, естественно, там правки, доработки и в итоге серия действительно становится гораздо лучше. То есть, она всегда становится лучше, да? Да, однозначно, конечно, редактура это всегда на пользу, просто бывает как бы более корректная и качественная редактура бывает менее. То есть, ну, от редактуры тоже очень многое зависит, потому что самый, вот, например, был тяжелый опыт, в моей работе, это когда там проекты были, где была так называемая коллективная редактура, где, ну, вроде как, не было четко определенных функций принятия сценария на ком-то одном, то есть, были креативные продюсеры, но там либо они только начинали и опыта их и авторитета там не было достаточно для того, чтобы там принимать финальное решение и так получалось, что там могли две, три, даже четыре авторские группы читать сценарии друг друга. И вот здесь, конечно, это адский ад, потому что у семи нянек, то есть, прийти миллион правок, которые совершенно противоречат друг другу, и в итоге это все приобретало такой вид, как, ну, как про компромисс, то есть, вариант, который не нравится никому, в итоге, но вот как-то он вот так вот. Ну, это, конечно, всегда хорошо, когда есть, да, один центр принятия решений, в идеале это вообще один человек, ну, может быть двое, если это сработанная пара, которая понимает, то есть, чего они хотят и редактируют вместе, тогда это вот работает хорошо. Если, ну, несколько центров принятия решения, то это, конечно, все вытягивает, и в результате серии не всегда становится лучше. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, например, на примере тех проектов, на которых ты работал, либо, ну, или, может быть, ты знаешь и не только на этом примере, идеи, в основном, идеи проектов, основные идеи, да, они появляются где? То есть, на канале, у генпродюсеров, там, у креативных продюсеров, сценаристов, ну, я имею в виду на практике, да, понятно, что, наверное, теоретически. Все варианты, все варианты верны, то есть, и у генеральных, то есть, идея папиных дочек, насколько я знаю, она, там, принадлежала Вячеславу Мурукову, генеральному директору СТС, ну, то есть, вот, сформулированное, что отец, сформулирован таким образом, что, условно, отец остался один с пятью дочками, то есть, понятно, что там в дальнейшем детали придумывались уже там другими людьми, но, опять же, насколько я знаю, я могу ошибаться просто, многие идеи придумывают там генеральные продюсеры, также и, в общем, обычные авторы, которые приходят, то есть, вообще механизм, как люди становятся креативными продюсерами, то есть, это либо каким-то опытным авторам генеральные продюсеры говорят, слушай, есть вот идея, ее нужно, хотелось бы, хорошо реализовать, то есть, давай-ка берись и тяни, да, то есть, человек становится там креативным продюсером, такой, ну, как бы, путь назначения. Бывает по-другому, что приходит автор, приходит с идеей проекта, ну, как правило, этот проект оформлен там уже в виде заявки, то есть, есть сформулированная общая идея, видение сезона, пилотной серии, там, понятные персонажи, про что это, там, условно генеральным продюсером, нравится эта идея, ну, если нравится, окей, давайте попробуем написать пилот, то есть, если пилот тоже устраивает его, пробует снять, соответственно, по результатам съемок принимается решение, что, типа, да, это хорошо, и там, будем запускать проект, либо нет, это плохо, либо, ну, это хорошо, но недостаточно хорошо, и пилот там надо переснять, будет, но в целом запускаем, то есть, и таким образом, авторы становятся креативными продюсерами, то есть, они ведут собственный проект, то есть, если ты принес свой проект, то, в общем, ну, велика вероятность, что тебе могут этот проект доверить, опять же, так не всегда происходит, не всегда человек, который принес гею, состояние ее, ну, вот, поставить на производственный, то есть, часто, может быть, что добавляют обязательно каких-то опытных еще людей, для того, чтобы хорошая идея просто не погибла от неопытности. Ну, а, например, есть какой-то пример сериала, который вот был предложен автором внутри компании, например, и реализован? Ну, в смысле, целиком и полностью, что... Ну, просто, не, не то, что он сделал его, а просто вот идея была, ну, сценариста, то есть, не генерального продюсера, например, не креативного. Ну, вот сценарий, в смысле, идея сериала «Фитнес», то есть, на питчинге, да, на питчинге, который проводила компания внутри среди авторов, ну, среди авторов и сотрудников компании, Юлия Клименко пришла с идеей, достаточно коротко, просто сформулированной, что, ну, вот, девочка хочет похудеть, она для этого потому что там, для этого она оказывается в мире фитнеса. Вот. И было, ну, то есть, было видение общее этого проекта, и он показался, в принципе, актуальным. Генеральные продюсеры приняли решение, что если добавить к креативным продюсерам этого проекта, помимо Юли, то есть, еще опытных людей, это вполне может проект стартануть. Ну, так и получилось. В итоге проект стартовал. Вот. Ну, опять же, сериал мамочки тоже таким же образом, то есть, с ним пришли одновременно, ну, то есть, одновременно идея пришла в голову и генеральных продюсеров, и ребят из Киева, которые потом стали креативными продюсерами на проекте, вот, и, ну, таким образом родилось совместное создание. Ну, в общем, так или иначе, все проекты либо от генеральных продюсеров, либо от авторов, либо что-то там среднее. Слушай, ну, смотри, ты уже об этом упомянул, но вот, я думаю, ну, моим зрителям будет полезно узнать. Мы же понимаем, что сейчас, наверное, такой плавный переход, тем более, в течение многих лет, ну, когда этот рынок формируется, да, в том числе, ну, как у тебя, он, ну, то есть, труден сейчас, да, в наше время. А какой, как ты видишь, выход для людей, которые хотят этим заниматься и хотят попасть в вашу пресловутую writing room или вообще в группу, либо вот, ну, в авторский состав, скажем так. Ну, такой компании, например, как ваша. Как ты видишь сейчас, вот, к примеру, если есть молодой сценарист, который вот хочет это осуществить. Но не то, чтобы, ну, давай сразу возьмем данные, не так, что он просто гениален и как бы, ну, в смысле, то есть, предположим, что этому человеку надо пройти свой путь определенный, да, да, ну, вот ты отчасти ответил сам на вопрос, ему нужно пройти путь. Другой вопрос, как этот путь он будет проходить, где будет учиться, то есть, какой у человека бэкграунд. То есть, если этот человек откуда-то из КВН, например, и там, допустим, есть какой-то успех у команды, в которой он играл, то есть, хорошо, чтобы этот человек был автором в этой команде, ну, то есть, он может быть и актером, но обязательно должен при этом писать. Вот, здесь уже, ну, могут быть там разные варианты, то есть, я не знаю, конечно, как там за все компании ответить, что касается там нашей, опять же, чаще всего, насколько я знаю, то есть, так или иначе, это все равно какое-то, ну, личное знакомство через кого-то из тех, кто уже работает. Просто почему-то так происходит, что, ну, ты понимал, что это не просто там некий там закрытый клан, который там никого в себе не берет, просто тут в первую очередь ответственность играет роль. Если ты приходишь и говоришь, что, слушайте, вот, уважаемые генеральные продюсеры, есть очень хороший там потенциально сильный автор, давайте мы его попробуем. Ну, тебе могут сказать, окей, но ты за этого человека берешь ответственность, то есть, неважно, есть у него вдохновение, нет вдохновения, но если ему была доверена какая-то работа, то за своевременную сдачу этой работы отвечает не он, пока он там стажер или начинающий автор, отвечаешь ты. Поэтому, если ты готов на себя взять такую ответственность, мы же понимаем, что просто за постороннего человека никто не будет брать такую ответственность. Это должен быть либо твой там друг, либо очень хороший знакомый, либо человек, который там тебе так проник в душу, что ты очень хочешь сильно ему помочь. Ну и должны быть какие-то рычаги, да, то есть на это влиять. Должны быть, ну да, то есть нетворкинг тот же пресловутый так или иначе должен работать. Сейчас какие-то компании ведут обучение авторам, авторов комедийных сериалов, вообще комедий, ну с разным успехом, ну скажу честно, я среди выпускников вот каких-либо там студий, либо компаний, которые занимаются конкретно обучением, среди работающих авторов особо не видел ну результата, то есть чтобы выпускники каким-то образом прям вот в большом особенно количестве попадали в индустрию, то есть пока этого нет. А почему так происходит, как ты думаешь? Потому что процесс получения опыта, он требует многократного повторения. То есть прежде чем ты станешь более-менее таким, как бы сказать, адекватным автором, хотя бы в общих чертах понимающих, что тебе там нужно, тебе там нужно написать условно 20 серий. Ну то есть ну хотя бы 10, но вот прям с плотным погружением туда. А как тебе получить такой объем работы и в ней поучаствовать, если ты ну как бы не имеешь там доступа, не имеешь возможности присоединиться к какой-то уже работающей группе. То есть вот опять же банальная ситуация, то есть все молодые авторы там придумали идею и первым делом они что делают? Они боятся, что эту идею у них украдут, что их там обязательно куда-то на сторону отправят. знаешь, есть несколько людей, которые, если сейчас посмотрят эту видеозапись, они скажут, что ваша девушка, которая предложила фитнес, ну, то есть сама идея такова, то есть, да, что, да, у меня была такая идея, во-первых, во-вторых, я таких еще кучу придумаю, почему-то у меня не берут. Ну в смысле простоте идеи, мы же понимаем, что там есть определенный контекст, то есть когда человек внутри этой группы говорит, у всех, все понимают там сразу, ну то есть это можно не говорить слух, плюсы там, производственный сериал, определенное количество персонажей там, ну вот, с точки зрения продакшена в том числе наверняка, то есть сразу вырисовывается какая-то континка, то есть какой-то контекст. Ну и да, очень важно, что женскую историю предложила девушка, это тоже немаловажно, то есть несмотря на то, что я считаю, что мужчины прекрасно могут писать женскую историю, но правда в том, что, конечно, когда в авторской группе есть толковое девочка, то есть истории женских персонажей прям новыми красками начинают играть. Так вот, к вопросу о том, что происходит у молодых авторов, то есть окей, вот ты там потенциально толковый автор, ты придумал, даже сформулировал неплохую идею, которая вот там рассказана в трех предложениях, она цепляет и завораживает, но любой там креативный продюсер, генеральный продюсер, он спросит тебя, что ты делал до этого, то есть он спрашивает, это для чего на самом деле, для того, чтобы понять, насколько ты в состоянии реализовать то, что ты принес, потому что, если ты там нашел какой-то алмаз, идею какой-то, бриллиант невероятную, но у тебя нет опыта работы в индустрии, любой человек нормальный поймет, что ты не сможешь ее реализовать в режиме поточного производства, которым является производство сериалов. И, конечно, тут какие варианты? Варианты при хорошем раскладе, что, либо, при самом вернее, хорошем, если тебя подключат в работу уже там имеющейся группе, и либо тебе предложат, там, не знаю, может быть, эту идею купить, если она достаточно уникально сформулирована так, что просто, ну, вот, невозможно ничего подобного такого придумать. Но чаще всего, конечно, чтобы автору как-то сразу прийти к реализации собственной идеи, то есть все равно нужен какой-то опыт и понимание, с кем ты будешь ее делать. То есть вот для меня, например, в том числе большая сложность одиночества в авторском смысле была именно в том, что любой серьезный проект, ну, невозможно тянуть в одиночку. То есть очень сложно это делать. То есть тебе надо понимать, а кто будет твоя авторская группа. То есть пока ты не найдешь вот этот вот свой авторский пул, людей, с которыми тебе интересно и комфортно работать, то есть работа над собственными проектами, она имеет свои сложности. И такой более практичен и эффективен, наверное, путь какого-то подмастерья, да, то есть попасть к авторам, грубо говоря, напроситься делать какую-то черную работу, потихоньку понимать, что они делают и, грубо говоря, решать их вопросы и заодно получать опыт самому, да. Но мы понимаем, что авторы это люди, которые, например, сидят в Казахстане, в Подмосковье, там, еще где-то, ну, себя в квартирах, ну, то есть, то есть это не, там, не пришел в, знаешь, в мастерскую кузнеца, там, да, в смысле, он всегда там и всегда ему нужно, там, кто-нибудь ему там чем-то помогал, да, а как бы он же не может прийти в твою квартиру и сказать, давайте я вам тут что-нибудь буду помогать, да, ну, то есть тоже в этом получается какая-то трудность, но в этом, как бы, есть определенная, то есть, я просто почему, ну, я вот на своем канале очень часто топлю против вот этой голливудской идеи, и сейчас, ну, голливудская идея, это человек пишет сценарий в стол всю жизнь один, потом его замечает замечательный волшебный продюсер, сам замечает, а потом он, ну, осуществляет полностью так, как ты написал, потому что ты, оказывается, ну, в стол пишешь, не практикующий сценарист, ты сразу написал шедевр, да, то есть, оказывается, это гениально, да, а теперь появилась еще провинция Гиллигана, такая штука, что вот, ну, да, вот я сижу и ничего не пишу, не снимаю, что у меня есть одна идея, я вообще не занимаюсь в этой отрасли, но когда-нибудь я это сделаю, когда спрашиваешь, а когда ты это сделаешь, и как, ну, в смысле, как это должно сработать, тебе говорят, ну, вот Винс Гиллиган же во все тяжкие же, ну, в смысле, сколько лет его не принимали, понимаешь, я говорю, ну, ты открываешь Винс Гиллигана и видишь, например, он был сценаристом секретных материалов, там, еще ряда проектов, да, вот он ходил с этим во все тяжкие, он не был человеком, который этим не занимается, то есть, он был человеком, который на топовом уровне, занимался, ну, грубо говоря, вот этим делом, да, был, ходил с идеей, да, много лет, но и к вопросу, о чем ты говоришь, возможно, в какой-то момент возник вопрос, а кто это будет делать, ну, так, у него, в общем-то, ну, как сказать, есть какой-то опыт, да, и представлений, ну, вот я не знаю, настоящий, конечно, идея, которая его очень сильно грела, это что же, это что же колоссальную роль играет, то есть, как только у автора появляется идея, от которой его просто вот штырит, прям вот, все, мир вокруг начинает преображаться, то есть, ну, не любую идею, там, пришедшую в голову, и даже которая может быть принята, там, для разработки, даже опытный, креативный, там, продюсер или автор может нормально реализовать, то есть, я к чему, к тому, что, если идея тебя на самом деле сильно не греет, то ты достаточно быстро от нее устанешь, и в итоге это все очень быстро сдуется, то есть, вот, ну, вот почему там периодически важно, чтобы, во-первых, у тебя, ну, были какие-то такие толковые соавторы, потому что час, ну, вот, какой-то, когда идет симбиоз, синергия авторской мысли, как-то это все бурлит и горит ярче. Ну, в том числе и на землю, да, можно, как сказать, это тоже, обратная связь, которую тебе, скажешь, что сразу скажешь, что это хрень, то есть, гораздо лучше получить обратную связь, и тебе скажешь, что это хрень от какого-то такого твоего близкого соавтора, чем когда тебе об этом скажут какие-нибудь генеральные продюсеры, то есть, лучше, конечно, это обкатать за годи. Хотя, опять же, может быть, может быть и по-другому, то есть, сколько людей, столько мнений, опять же, вот, по моему опыту, отличительной особенностью хороших, ну, то есть, любого хорошего творческого руководства является умение увидеть рациональное зерно вот в куче того, что ты там пришел и принес. То есть, вот, опять же, чем глобально хороший редактор или хороший генеральный продюсер отличается там от плохого? Плохой, он ищет, ну, он находит любую мелочь, которая условно или неважно, что ему не нравится, и благодаря этому топит все остальное. То есть, хорошее поступает наоборот, он находит то, за что можно зацепиться, и из этого вытаскивает, ну, то есть, все остальное старается сохранить благодаря тому зерну и за счет того зерна, которое ему понравится. Это тоже очень важно. Вот, поэтому... вот у меня... Я вот стараюсь это, но я во многом, как сказать, на тебя ориентируюсь. Я помню, как ты очень тактично мне рассказал про историю, которую я про наркоторговцев тебе показывал. Ну, так, ну, за что мы топим, как бы. В общем-то, за это не очень интересно топить. Да, ну, потом, ну, мне кажется, что там можно было действительно разобрать все, к слову, о том, что, когда тебя увлекает, ты несколько дней начинаешь летать, ну, когда тебя какая-то идея увлекает, и когда ты мне вот рассказывал твою последнюю идею, я помню, что я три дня о ней думал. Ну, в смысле, вот, знаешь, свободное время, я думал о ней и начинал там писать просто как бы, да, знаешь, там, без вступления просто могу написать какую-то фразу, а может быть, она вот еще вот так вот будет. Ну, действительно, это такое, с одной стороны, это такое волшебное состояние, с другой стороны, когда мы, как люди практичные, начинаем как бы сеять, грубо говоря, разбирать то, от чего мы загорелись и что мы в итоге сделали, ну, по крайней мере, у меня так, да, я испытываю, так как человек, такой больше нацеленный на результат, я испытываю, ну, некую горечь от этого, да, потому что, вот мы и это разбирали, и это разбирали, и, в общем-то, когда придумываешь что-то такое интересное, в общем-то, ты, наверное, в какой-то степени, есть какое-то ощущение полета, в общем-то, ты должен быть благодарен за это ощущение, потому что его в жизни не так уж, ну, как бы много, где можно искусственно это, спровоцировать, да, но, как бы, потом, когда смотришь, а что мы из этого сделали, там, да, ну, может быть, так и должно быть, но к разговору о том, что, как нужно, ну, относиться к чужим идеям, я, ты знаешь, я очень стараюсь вот так делать, прям придерживаться, причем, я понимаю, что у этого есть своя плака, потому что, ну, когда мне, ну, мне довольно-таки часто обращаются, ну, вот молодые сценаристы, ну, либо вот люди, которые рассказывают свои идеи, я пытаюсь так делать, но мне кажется, я недостаточно, ну, как сказать, вот этого нет у меня, ну, в общем, я пытаюсь вытащить что-то из них, действительно, такое вот то, что вот нравится, да, но как-то не получается мне так тонко пройти, в общем, это получается больше как поощрение, ну, то есть больше как бы, ну, типа, да, давай, так и надо делать, да, и человек дальше присылает, и я вот этому научиться тонко показывать на то, что, ну, не по моему мнению, а, ну, явные ошибки, да, то, что, в чем я уверен, что если покажешь другому, он тоже на это покажет, да, не потому что мне что-то не нравится, а там третьему, четвертому, там и по книжке не так, ну, и в общем, то есть это, это сразу то, что бросается в глаза, и как-то пытаешься как-то вот, ну, как-то на это натолкнуть, ну, что-то выделить интересное, ну, в общем, все равно это выглядит как поощрение, и мне иногда возникают мысли, может быть, я, ну, как сказать, может, человеку надо все-таки столкнуться с более критической какой-то такой, ну, в смысле, оценкой, да, потому что, ну, мы же понимаем, что ты, в общем-то, развитие происходит через боль, в том числе редакторов, там, руководителей канала, когда критикуют. Более на что же, да, более на что же может быть разная, она может быть конструктивная, может быть, там, дистанционная. Мне кажется, что, вот опять же, в твоем случае здорово, что ты пытаешься всякий раз находить формулировки, и то, что даже не сразу все получается, это же редакторский опыт. Тоже получается не сразу. Более того, ты же выступаешь в данном случае не просто как, ну, скажем так, наемный редактор, который должен через там свое мнение, там, этому продукту, там, придать некие ощущения, некого вкуса. Ты выступаешь как производитель, это тоже очень важно. То есть, у тебя же много функций, то есть, ты же смотришь на продукт и с творческой, и с финансовой, и с производственной стороны. И ты пытаешься три опыта получить одновременно, это очень трудная задача. Но здорово, что у тебя есть этот опыт, то есть, поэтому, я уверен, через какое-то время, так или иначе, будет больше понимания, как нужно, что нужно, и люди, которые там будут получать редактуру от тебя, то есть, в итоге только выиграют от того, что, ну, то есть, пусть ты сейчас их там недостаточно критикуешь, но появится, наступит момент, когда там, нужные слова... Найдутся, которые люди... Нужные слова пойдут, да, и все будет в итоге порядке. Вась, скажи, пожалуйста, ты можешь, если коротко, описать примерно твой день, то есть, потому что я понимаю, что вот этот тоже момент недооценивают, вопрос самодисциплины у сценариста, да, то есть, это, когда ты сам должен заставлять себя, да, работать, потому что, мы же понимаем, что если ты, например, работаешь дома, ты всегда, ну, хочешь отложить что-то, переложить, а это, ну, не может быть отложено, переложено. Скажи, пожалуйста. Это правда, в этом смысле, соавторство это еще один колоссальный плюс, потому что это тебя как-то мотивирует, да, и ты временные рамки получаешь, ну, вот сейчас, поскольку сейчас работа происходит в соавторстве, рабочий день условно выглядит так, ну, я просыпаюсь, стараюсь просыпаться там достаточно рано, ну, в общем, какие-то попытки физкультуры и спорта, там, домашние дела, которые нужно сделать, и в 11 часов у нас созвон по скайпу с авторами, с 11 до 2 мы работаем по скайпу, с 2 до 4 перерыв на обед, перерыв на обед такой большой, потому что, ну, такая работа достаточно интенсивная, авторская, поэтому нужно время, чтобы условно и поесть, и отдохнуть, там, не знаю, полчаса вздремнуть, это, кстати, очень здорово помогает вторую часть дня сделать продуктивной, то есть, если ты хотя бы 30 минут поспал в обед, у тебя какое-то обнуление происходит, и ты прям вот с новыми силами приходишь, ну, это не моя идея, я сейчас как бы вклинился в отработанный режим дня, вот, ребят, с которыми я сейчас работаю, понял, что, ну, это здорово, то есть, это помогает, и, в общем, в 4 часа опять созвоны, до 7, опять же, работа, то есть, в итоге получается, как бы чистого производственного времени приблизительно 6 часов, но это такие очень продуктивные 6 часов, за них успеваешь много делать, и благодаря этому, наконец-то появились выходные, потому что, опять же, вот, как ты сказал, когда работаешь один, откладываешь туда-сюда, в результате обязательно на выходных надо дотягивать хвосты, и у тебя нет выходных в итоге, а когда ты работаешь в четком режиме, ты эти выходные имеешь, и у тебя действительно тоже получается еще одно обнуление в конце недели, в понедельник, все гораздо легче, ну, вот как-то так. Вась, ну, я надеюсь, это будет наша не первая Zoom-сессия, потом, я надеюсь, ты приедешь себе на родину, мы с тобой еще что-нибудь запишем. Только Алма-Ата начнет принимать, да, Россию выпускать, так, обязательно. Вот, и поэтому спасибо тебе большое, ну, за этот выпуск, спасибо, что это разговор, я, ну, я бы хотел, чтобы у нас, хоть какая-то появилась в этом регулярность, потому что, ну, практикующий сценарист, мне кажется, и тем более, ты так интересно все это рассказываешь, ясно, и понятно раскладываешь, и я думаю, что это будет, ну, еще есть куча вопросов, которые можно тебе задать, и мы бы могли принести пользу зрителям моего канала. Тебе, Коль, большое спасибо, рад тебя слышать и видеть в любое время, и давай звонить, общаться. Хорошо. Все на связи? Да. Все, да. Спасибо, это был видеоблог серийный продюсер, подписывайтесь, если вам это нужно, всем пока. Пока.